ну что ж всем добрый вечер всем добрый вечер действительно добрый немножко грустный для меня потому что завтра я у ее из пятигорска жду пока вы присоединитесь ко мне добрый вечер всем всем добрый вечер летний замечательный теплый вечер всем привет из пятигорска жду немножко пока вы присоединитесь и буду рассказывать про конференцию потому что я здесь была специально для того чтобы подготовить конференцию смотрите какую классную бутылку среднюю купила здесь пятигорске покажу видите фокус-фокус раз если у вас много жидкости вы ее раздвинете если мало как у меня и уже почти всего это вы ее вообще вот такой малипусечные сделаете представляете какая классная штука так ну что тихоньку будем начинать у кого есть такая кто увидел это и здесь купила пятигорске конференция конференция в пятигорске в октябре я сюда приехала специально на неделю для того чтобы подготовить октябрьскую конференцию я всем вам очень рада дорогие мои пожалуйста напишите мне кто откуда кто откуда меня смотрит из какого города и с какой страны и всегда интересно узнать географию с кем общаешься чтобы понимать и запросы чтобы понимать о чем больше рассказать улана д здравствуйте лана д здравствуйте зинаида москва ты еще откуда девочки воронеж тула здорово геленджик здравствуйте здравствуйте зинаида вы мне почему-то все время отправляйте запрос к ленинград екатеринбург отлично у нас такая шикарная география это здорово и сейчас отправили мне запрос в прямой эфир меня на случайно нажимаете до краснодар привет что еще санкт-петербург вижу я буду начинать потому что у меня для вас очень приятная информация 10 11 октября здесь пятигорске стоит состоится вторая конференция по фракционной мезотерапии поставьте мне пожалуйста плюсики кто был на первой конференции которая была у нас в апреле весенняя конференция теперь будет осенняя 2 кто был поставьте плюсики мне интересно сразу скажу что первую конференцию я вижу как вам кстати вот те кто были те кто ставят плюсики вам понравилось прошлое конференции самое первое таких конференции не делает никто могу сказать ну конечно всегда бывают на эти пионеры первооткрыватели а потом начинаются повторения какие-то да но тем не менее вижу ваши плюсы понравилось вам потому что тут есть те кто не был поэтому делитесь очень понравилось конференция представляете вчера вышла проводила эфир в семье косметологов ну что-то там как-то вот я не могу привыкнуть к фирм в телеграме либо аудитория другая на вопросы не отвечает никто на контакт не идет как-то было странно было супер очень здорово отлично вот и ту конференцию я проводила чисто узнаете пятигорска для меня это место силы я думаю вы понимаете это по моим stories и причем у меня здесь нет ни родственников ничего надя пишет очень понравилось я уже одного косметолога замотивировала осенью ехать вместе у меня здесь нет никаких родственников я предполагаю в какой-нибудь прошлой жизни возможно я где-то отсюда родом даже но собственно не знаю на самом деле если он приехал когда-то года четыре наверное нет или может пять лет назад я приехала сюда с обучением в командировку в иноземцево я приехала рано и я мне посоветовали обучение было на следующий день и мне посоветовали думаю ну куда времени съездить цветник я взяла такси приехала в цветник а тут же темнеет рано южные ночи и в общем у меня был только час до темноты я успела только подняться вот к орлу и все но я поднялась посмотрела сверху на эту панораму и пропала спускалась я уже в темноте по этим ступенькам рискуя там свалиться собственно вызвала такси уехала можно билеты покупать сейчас все расскажу девочки вызвала такси уехала и я поняла что я просто влюбилась в эти места они удивительным образом восполняют ресурсы вот я сегодня stories вы наверное видели выкладывала ли я лежала там на камушке надо мной там травы какие-то шелестели небо голубое стрижи летают и это вот такое наблюдение просто сидишь наблюдаешь или сидела на скамейке пила вот эту вот минералку который в питьевой галереи набрала это таким интересным образом успокаивает ты обретаешь какой-то баланса косметолог же всегда должен быть балансе в ресурсе да я думаю вы со мной согласны потому что когда когда мы не в ресурсе у нас все идет не так мы не видим какие-то перспективы мы не понимаем как правильно выстраивать протокол да мы не получаем какой-то подсказки извне потому что мы сосредоточены на усталости на каких-то других вещах и поэтому знаете когда меня спрашивали почему вы конференцию славы хана делать в пятигорске почему не в москве или давайте сделаем москве а сделайте в москве такую же как в пятигорске друзья мои такая же не получится нигде в москве невозможно сделать такую же конференцию потому что в москве нет пятигорского воздуха москве нет этих гор этих видов нет виду на эльбрус нет вкуснейшей еды нет замечательных людей которые вокруг не получится москве вы будете в ритме работы в ритме об огромного города который все время куда-то несется москву вы можете приехать ко мне на обучение на практикуме на вот ближайший будет по массажу 20 июля и я буду очень рада вам кстати пройдет перед 20 июля я проведу эфир с остеопатом мы будем говорить про лифтинг лица и остеопатические моменты какие-то будет интересно я обещаю так вот в москве такую конференцию провести невозможно потому что я хочу чтобы вы восполнили ресурс расписание первый день это обучение и вы получаете профессиональные протоколы вы получаете очень интересную информацию естественно по фракционной мезотерапии протоколы будут серьезные с учетом того что у нас зима впереди мы можем себе больше позволить да вы получите сертификат будет мастер-класс то есть это полноценное обучение поэтому количество мест будет ограничено понимаете до 50 человек ну как бы больше просто количество мест будет ограничено это я вам говорю потому что уже в анкете предзаписи 56 человек я не помню то есть уже больше чем будет мест и я принципиально не хочу брать больше людей у нас зал на 70 человек торопилась даже пуговик неправильно застегнула на рубашке ну что такое у нас зал на 70 человек но я не хочу брать 70 человек потому что я хочу вас слышать всех я хочу слышать ваши вопросы я хочу видеть ваши глаза потому что живое общение вы общаетесь в чатах в чатах выпускников в школе микронидлинга еще где-то между собой общаетесь но вы когда в живую встречаетесь да и узнаете что вот вы общались с этим человеком онлайна вот он в живую это совсем другие ощущения эмоций моя задача не только дать вам профессиональную информацию но дать определенные навыки психологические настрои определенные до чтобы поняли какая у вас прекрасная профессия в каком прекрасном мире вы живете какие-то страхи ваши порешать дать вам мотивацию замечательную понять вам почувствовать какие у вас желания какие вы ну вы действительно вы прекрасные вы шикарные вот все те кто приезжает тратит на это время деньги думает про это да да хотя бы думает про то в какой одежде он поедет нам это нужно вы женщины нам это нужно и второй день будут различные спикеры сейчас как бы пока точно список спикеров не составлен но я обещаю что это будет не менее интересно а гораздо даже более интересно чем в прошлый раз напишите мне пожалуйста вот те кто был на прошлой конференции какие спикеры вам понравились у нас там был психолог дизайнер игропрактик кто еще у нас был у нас было 6 по моему 6 спикеров да потом у нас было был доклад по новинкам и мы там представили новый дермапен вы помните сколько он наделал шороха более того до сих пор этот новый дермапен продается только моим ученикам только потому что была проделана большая работа а а вот вижу игра практика ангелина понравилась еще кто понравился пишите пожалуйста была проделана большая работа и сейчас делается не менее большая работа мне идет посылка с очень интересным небольшим аппаратом но очень интересным вы его еще не видели это будет новинка это не дермапен и это все будет представлено на конференции ангелина понравилась я передам это же два человека пишет про ангелину будет рилс мейкер то есть человек который шикарно делает рилзы скажите мне пожалуйста вы хотели бы научиться делать рилс полина точно полина маркетолог из грузии у нас было еще полина ответьте мне на вопрос вы хотите научиться делать рилс именно вот косметологический рилс то есть для своего аккаунта профессионального до профессиональный аккаунт что значит я же вам показываю stories не только как я работаю с пациентами да я много транслирую того чем я наполняюсь например да и игра практика психолог полина ангелина ну вот могу сразу сказать полина у нас будет алина приедет к нам из грузии да вот я вижу да вы хотите научиться делать видео рилс делать рилзы вот у нас будет человек который вам даст парочку интересных приемов расскажет что такого римус будет полина тоже снова интересной темой маркетолог для косметологов вот они точно будут будут новинки будет совершенно новый чтобы назвать аппарат который тоже поможет вам усилить процедуры опять же он будет не громоздкие небольшой не будет он стоит миллионы но он поможет вам усилить процедуру это будет очень интересно будут новинки новые препараты более того наверное возможно будет разработчик создатель новых интересных препаратов будут два профессиональных доклада будет розыгрыш призов лотерея и в эту конференцию и мне нужна будет ваша обратная связь вот сейчас да у нас будет два варианта билетов билеты будут на живое участие соответственно да и будут билеты на онлайн трансляцию они естественно будут по разной цене но естественно у них разные наполнение в этих билетах могу сказать что у тех кто будет в живую присутствовать для вас я стараюсь и ввожу новые интересные такие это будут вещи у вас будет две вещи то есть то что вот мне не просто информация которую вы возьмете себе в голову да но это будут вещи которыми вы будете пользоваться очень активно и интересно первая вещь будет небольшая очень легкая небольшая но яркая очень привлекательная просто красивая она будет нести себе информацию о вас о том чем вы занимаетесь вы ее будете использовать профессиональной работе каждый день для привлечения пациентов вы будете работать а это вещь будет привлекать к вам клиента вот вы думаете что это такое ваши варианты давайте какие варианты что это что это может быть на ваш взгляд то пишет анжела пишет ой я тогда выиграла крутые новинки из пекина да сейчас тоже будет интересно поверьте уже едут посылки и вот ваш вариант что это такое маленькая вещь розового ладно хорошо расскажу чуть-чуть розового очень приятного глазу женскому цвета но это будет очень полезная нужна очень вещь это не блокнот магический шар нет не магический шар и будет еще одна вещь пишите 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 вдруг кто-то отгадает и будет еще одна вещь она уже будет побольше вы ее будете использовать в повседневной жизни вот я например повседневно использую все время регулярно она мне ну постоянно со мной да очень классная нужная в обиходе нужная женщина она очень стильная вот ее хочется прямо чтобы она постоянно с вами была колонка нет нет зинаида думайте что это будет это вам пригодится вот вторая вещь и в работе нет ни диффузор нет и в работе и повседневной жизни такое будет и первая и вторая вещь поверьте мне такое будет только у вас только у тех кто приедет в живую на конференцию только у вас это будет эксклюзив вот я здесь встречалась уже да и мы обсуждали дали тех заданий посмотрим что нам предложат как посчитают но немножко подсказку дам я приеду в москву и после летнего онлайн практикума вы же помните что будет летний онлайн практикум где тоже будет много интересных протоколов я хорошая зинаида я не могу просто раскрыть сикаты нет нет термокружка она нет более нужный предмет вам и я после того как закончится летний практикум там 9 июля закончится я поеду в иваново не знаю скажет это вам о чем-то или нет тоже на деловую встречу на обсуждение нет и зеркало зеркало вам тяжело было бы везти отсюда а это очень маленький это предмет который можно уместить в дамскую сумочку но вместе с тем он может быть таким когда его так сказать использовать по назначению вы можете в нем так все 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 а то сейчас расскажу ничего не буду рассказывать все больше ничего не рассказываю дорогие мои потому что ну да это интрига но я боюсь если бы у меня это уже было готово честно я бы вам показала но пока у меня даже образцов нет еще я не могу показать нет ни платочек я не могу вам это показать поэтому пока я ничего не буду рассказывать но это будет доступно только тем кто приедет в живую все нет ни подставка не полотенчики не это будет только у вас дорогие мои ни у кого такого нет еще а аромалам полотенец зеркал полно вот такого ни у кого нет поверьте аналога вы пока не сможете ни у кого увидеть ну как бы вот пока на этом все так вот те кто приедет в живую у вас будут вот эти предметы естественно у вас будут вот эти вот ну такие блокноты да только естественно там будет написано вторая конференция ну где вы будете записывать собственно нужную информацию и так далее это все будет вы уедете с каким-то призами потому что у нас там будет розыгрыш призов от спонсоров и я предполагаю что с призы будут более интересные чем на прошлой конференции потому что если честно я прошлую конференцию как я уже начала говорить я делала чисто для того чтобы вы точно также увидели пятигорск поняли что вот это место силы потому что расписание с 11 до 4 чтобы вы до 11 часов утром встали и так же как я вот допустим сегодня прошлись до провала попили минеральной водички посидели в тишине послушали птиц посмотрели на эти виды шикарные на кавказский хребет на эльбрус если он откроется чтобы наполнились вот этой гармонией тысячелетиями гор которые стоят да вот этой силой какой-то замечательно дышали свежим воздухом и вот в этом состоянии гармонии пришли на обучение и вот там усваиваться информация будет лучше и заканчиваем их четыре часа для чего чтобы кто хочет поехал на итальянские термы я надеюсь что мы с вами решимся и сходим в без ты же и ванная потому что вот одна я четко то не решаюсь они горячие они круглогодичные они зимой функционируют до сходим без ты же и ванны так что берите купальники с собой обязательно тапки купальники и тапки в октябре еще будет шикарная погода мне сказали фотографы и вот люди которые ну и ездят в горы что осень это самая красивая пора я так порадовалась что я сделала 10 11 даты это будет очень красиво готовьте фотоаппараты чтобы там была память будете делать сэлфи скажите мне пожалуйста вы видели мою фотографию видео да и видео или фото где я сижу на скамейке на скамейке там написано счастье счастье что-то там в горах или что-то типа этого видели эту фотографию кто хочет такую же скажите мне пожалуйста кто хочет такую же фотографию вот с этим панорамным видом на джилы су когда мы ездили в ресторан горы горы однозначно а может даже еще какой-нибудь более интересный ресторан а вот и я вижу знаете это это состояние какое-то я не знаю неземное это релакс там кстати обсерватория рядом да то есть вы понимаете обсерваторию не построят там где как бы виды не те которые надо и на джилы су я вам показывала анатолия те кто захочет смогут съездить на джилы су я дам контакт анатолия и соответственно он очень классный нам стихи рассказал уже такой очень бывалый человек с большим жизненным опытом у него замечательная семья дети взрослые уже да и он везет очень бережно я бы так сказала да с ним интересно рассказывать какие-то интересные факты в джипе умещается кроме водителя четыре человека но мне пообещали что если нас будет больше естественно то приготовят то есть найдут еще для нас джипы все кто заходит захочет поедет на джилы су на водопады джилы су кто хочет поехать на джилы су вот пока предварительного кто хочет вообще в горы куда-то поехать это один день дорогие мои это надо вставать очень рано ну как очень рано мы выехали в семь часов почему объясню потому что потом в горах вот в пятигорске шикарная погода все отлично но во второй половине дня закрывается эльбрус и не видно становится вершину вот мы поймали например град спустились ой поднялись чуть выше я показывала все это stories а подлинились чуть выше а там сухо все замечательно суслики свистят понимаете уже видели как я кормила сусликов слушайте они такие классные ребята не маленькими лапками держит твой палец понимаете сидят на задних лапах и едят там для кукурузы кормил например это замечательно это вот те ощущения тот контраст который вам нужен нужен косметологам но кто-то не поедет да кто-то кому-то вот мне например долгое время вот три я никуда не вылезал из пятигорска мне тут так хорошо что мне не надо больше ничего вот спустя три года только я решила что я хочу съездить в горы и я не пожалела это очень красиво эльбрус очень красив стоит туда поехать да да это просто знаете какая другая энергия вы но я говорил уже что есть статистика проводили исследования что если у человека есть возможность обозревать панорамные виды причем природу так как меня слышно как видно что-то мне тут мелькнуло что приостановлено из-за слабого интернета видно меня слышно друзья мои как видно как слышно напишите напишите пожалуйста как у нее видно как слышно так вот если у человека есть возможность обозревать вот панораму какую-то виды природное то он гораздо менее подвержен стрессу поэтому я хочу чтобы вы были супер стрессоустойчивыми поэтому я эту конференцию делаю в пятигорске а уж кто-то захочет поехать в горы не захочет это личное дело каждого и я вам предоставлю такую возможность я вам дам контакт собственно надежных людей кому мне не страшно было бы вас доверить так скажем поэтому я попробовала сначала сама мы же живем эмоциями мы многое делаем ради эмоций мы работаем ради эмоций да так надо делать надо использовать я хочу чтобы вы наполненные вернулись с конференции заряженные как в профессиональном плане так и в эмоциональном жизненном и так далее вот почему я делаю конференцию в пятигорске то что касается вот поездок в горы и лучше это сделать после конференции то есть вот 10 11 конференция а 12 кто-то 13 вы можете поехать в горы но только учтите что обязательно собой надо брать дождевик нормальную обувь неподготовленным туда не нужно ехать вы не увидите то что сможете увидеть если вы будете подготовленными так это по поводу поездок в горы с тапками все нормально тапки есть кто купил тапки на прошлой конференции напишите мне пожалуйста у кого эти тапки есть я сейчас например купила розовые тапок много не бывает я купила две пары в подарок себе купила розовые так что с тапками все нормально они есть цена не повысилась и также 800 рублей как она как вам тапки я прям просто кайфую я до сих пор не могу поверить что стоит они всего лишь 800 рублей потому что реально такой кайф ловишь когда утром встаешь на особенно кто-то прохладно-холодно 2 пары отлично я сейчас вам покажу который я купил вот смотрите разве не милота потому что хоть мои косметологи но девочки остаются девочками вот я позавчера вернулась из есентуков и купила за 750 о круто где это вы купили в есентуках очень нравится не вылезаю из них короче девочки вы поняли тапки это то что помогает вам вернуть баланс вот представьте вы отработали 10 пациентов пришли домой уставшие сегодня кстати с телесно ориентированным терапевтом вот разговаривала с еленой лизановой возможно она у нас там будет посмотрите в stories я показала маленький кусочек это очень интересно да потому что кто бы мог подумать что психология связана с апоневротическим шлемом например да что она по точкам допустим определяет под руками под руками там там точки определенные нажимали да и понимает какая эмоция у человека превалирует страх например да ну и так далее то есть это очень интересно вот хотели бы вы такого специалиста послушать напишите мне пожалуйста телесно ориентированная терапия знаете что то о ней оказывается я первый раз услышал буквально в январе и мне стало очень интересно мне захотелось понять эту тему углубиться да по языку тела можно определить не только по нашему но по языку тела наших пациентов вообще-то это классно это ну на мой взгляд интересно но другой вопрос знаете есть спикеры которые могут на большую аудиторию вещать да и доносить правильно мысль а есть те которые боятся большой аудитории они закрываются им некомфортно стесняются просто-напросто поэтому мне очень важно было пообщаться с человеком вот интересно не слышала ну в общем короче тема очень интересная мы опять будем говорить про деньги про то что бедность художника не красит что нужно уметь ставить правильную цену на процедуру потому что это в первую очередь уважение к себе если вы себя уважаете вас будет уважать пациент уважение к своему труду уважение к своим пациентам вашим пациентам нужен нормальный адекватный профессиональный косметолог так вот профессиональными адекватным косметолог не будет если он делает по две тысячи пятнадцать пациентов в день да и у него еще нет этих розовых тапок здесь у вас есть эти мутоновые шикарные тапки натуральные да вы приходите домой после десяти пациентов но я надеюсь все-таки не после 10 а поменьше вы деваете усталые ноги в эти шикарные тапки и вы понимаете что жизнь удалась вы вспоминаете пятигорск вы понимаете что вы туда можете вернуться в любой момент и вам хорошо это вот такие правильные крючочки которые вам повышают настроение у нас у каждого это должно быть у кого-то это ну там может быть спиртным это неправильный крючок да а у кого-то это вот так духи допустим шикарные ароматы прекрасные тапки розовые то есть какие-то моменты которые повышают вашу самооценку и возвращают вас в нужный баланс вот для чего я делаю конференцию в пятигорске и так нас тут сейчас мало но я это предполагала многие будут смотреть в записи у меня к вам вопрос кто хочет на конференцию в пятигорск 10 11 октября вот у меня послушали да и кто захотел после того что я сказала есть такие из тех слушают зинаида и знаете я буду очень рада вот дорогие мои зинаида назарова она одна из моих во первых я уважаю всех учеников да но когда человек много лет в медицине и в косметологии и очень приятен в общении с богатым опытом высшей степени корректные всегда готов помочь в чате выпускников это очень ценно так ну я вижу что многие из вас хотят кто-то боится от зоя ой подождите подождите ольга заидзе ольга заидзе вчера сказала я хочу на меня муж не пускает потому что муж говорит что там кавказские мужчины и тогда глаз положит знаете что хочу сказать вот кавказские мужчины они как итальянские мужчины чем-то напоминает вы услышите комплименты возможно слегка корявые да но законы гостеприимства здесь очень действуют вы будете чувствовать себя в безопасности вот в этом плане ну и опять же знаете иногда все-таки нужно уезжать из семьи поверьте мне пожалуйста вы же по делам едете вообще по работе едете вы едете учиться повышать квалификацию поэтому извините нравится не нравится семья должна понять можете брать семью с собой на прошлую конференцию брали семью с собой косметологи от объем да точно пусть мужа с собой берет да это точно так же точно так же я вчера сказал она она сказала что муж не может а ее не пускает короче говоря ну я думаю что это вопрос решаемые когда он поймет что мы тут буквально вот сообщество как одна большая семья вот те кто был на прошлой конференции это знаете было меня это удивило приятно очень порадовало это как такой женский пионерский лагерь это было так приятно у нас создается чат участников конференции то есть все кто приедет на конференцию вы в чате где даются ответы на все вопросы сколько стоит такси брать или нет такси яндекс или можно прямо в аэропорту минводы взять такси да где лучше остановиться что куда отдыхается хорошо без мужа и детей пусть они этого не знаю я вот с вами полностью шаг по согласно мне тут так хорошо когда я я пробовала сюда приезжайте семью я одна но могу сказать что когда я одна я поэтому ну как бы на работу сюда еду отчасти когда я одна все таки вот это вот состояние равновесие это обретаю быстрее ты не перестаешь меньше любить свою семью ни в коем случае наоборот еще больше но ты быстрее становишься такой расслабленной а восстановленной счастливой где-то и приезжаешь домой к семье уже просто вот довольно и красивой женщины поэтому дорогие мои заполняйте пожалуйста анкету предзапись она на сайте шапки профиля потому что в прошлый раз мест всем не хватило конечно вы можете прийти на онлайн но онлайн там будет немножко другая ситуация да то есть онлайн вы не увидите горы не понюхайте этот воздух возможно вы придете потом другой раз конечно если вы будете в онлайне вы точно также получите информацию вы услышите спикеров но вот это вот атмосфера пионерского лагеря женского очень классного где тебя всегда поддерживают хочешь один погуляй хочешь пожалуйста в компанию приходишь в кухне мира и там видишь что наши уже там кто-то сидит где-то до делятся мы вот это попробовали нам было вкусно попробуйте вот это кухни мира это огромный гастромаркет там 20 кухонь мира из разных как это правильно сказать кухни мира короче говоря да очень вкусно ты сегодня там покупал тирамису на который меня подсадили марина юлия и таня кто-нибудь здесь есть юля по моему здесь да я теперь этот турецкий тирамису ем уже второй кусок за этот приезд это вот прям невозможно оторваться это очень вкусно это правда очень вкусно вот но зато здесь теренкуры то есть съела я этот кусок тирамису я буду ходить 16 тысяч шагов в день вот сегодня я находила уже по моему 12 что ли хотя я не особо куда хотела только вот на медовый массаж кстати тоже тема 1800 рублей здесь стоит медовый массаж здесь хорошие массажисты либо медовый массаж можно делать либо вот у меня есть замечательный массажист по санатории цены здесь очень лояльные капельница с физраста озон озоновая капельница 350 рублей как вам вот так такое есть это существует в общем дорогие мои будет очень интересная программа билетов на участие в живую всем не хватит потому что как бы объять необъятное невозможно но кому надо все успеют проходить будет конференция в гостинице in tourist как и прошлый раз это самый самый центр самый центр вот центре и быть просто не может питание пожалуйста у вас вот вышли там четыре минуты в гастромаркете кухни мира захотели с видом на горы пожалуйста позавтракайте с бокалом шампанского это ресторан горы горы но тут много очень вариантов тут очень вкусная кухня тут есть куда сходить тут есть что купить вот кстати на мне прекрасный вариант который я здесь купила отлично выглядит шикарная такая шелковая вискоза очень комфортная натуральная а и вот еще у меня к вам какой вопрос девочковый очень очень девочка накладки у меня с интернетом здесь вот смотрите какие украшения у меня вы знаете что их делает моя подруга как вам кстати вот эти украшения вот еще образец вам нравится я это спрашиваю не просто так я это спрашивают для того чтобы я могу ее пригласить на эту конференцию она делает такие индивидуальные украшения она подбирает вот собственно так как вам нравится исходя из того что вам подходит могу ее пригласить на эту конференцию она может даже взять что-то своих изделий вот это вот пояс пояс конец которого на конце которого вот такая вот шармики раньше назвали это жемчуг барочный да ну и соответственно на талии на платье черное на брюки это очень красиво смотрится интересно вам такие украшения я пока не решила кого я буду приглашать она конечно не спикер она просто она просто будет возможность у нее или приобрести или заказать если я ее уговорю если это будет многим интересно значит я ее приглашу вот какие есть вопросы по конференции спрашивайте я отвечу кстати в октябре еще можно получить приятный и очень красивый загадку учет на того что у вас исправить на лице вот у меня новая игрушка вот это вот бутылочка силиконовая сейчас еще раз покажу я знаете как рыбом окна вот смотрите он какая классная легкая мягкая силиконовая а если у вас жидкости мало вы ее просто так друзья мои вопросы есть если вопросов нет ну вы знаете что делать узнаете куда идти те кто заполнил анкету предзаписи вам первым будет сделана рассылка я не исключаю возможности что в свободную продажу билеты не уйдут если вы купите как бы те кто в анкете предзаписи сейчас там больше человек в этой анкете предзаписи чем мест собственно говоря но у кого-то бывают форс-мажоры кто-то не увидел не услышал не увидел рассылку там какой-то что-то случилось он не может поехать да и так далее и так далее вот значит те кто в анкете предзаписи есть вы у вас первых у первых будет возможность купить билеты на конференцию поэтому вот пока начальную информацию я все он рассказал завтра из пятигорска уезжаю завтра я уезжаю отсюда остается моя помощница она здесь настя она будет продолжать делать онлайн тестирование мы ищем команду которая нам обеспечит хорошее правильное качество чтобы была не одна камера по меньшей мере 3 анкета предзаписи охотиться на сайте который закреплен в шапке моего профиля если вдруг вы не найдете цена дорогие мои цены пока еще не определила это будет зависеть от наполнения да потому что ну вот смотрите онлайн трансляция аренда зала кофе брейки а до спикеры если нам вот исходя из наполнения да допустим онлайн трансляция стоит очень дорого чтобы вы понимали я сама не ожидала что вот тут то качество которое мне нужно будет стоить таких денег ну как бы вот поэтому цену вы узнаете первыми могу только скану предположительно и даже вот боюсь сейчас наврать но у тех кто будет первыми покупать эти билеты будет она цена лояльнее чем у тех кто потом будет присоединяться если вообще там что-то останется я предполагаю что за два дня конференции стоимость билетов будет где-то 10 12 тысяч вот я зря это сказала наверное да а вдруг будет больше а вдруг меньше ну как я я пока не знаю поэтому вот так вот ну где-то приблизительно приблизительно вот так и там будет шаг то есть чем дальше тем дороже чем дальше тем дороже если что-то останется опять же вот эта конференция будет 2 то есть уже все шишки все неровности шероховатости мы знаем где они могут быть они уже учтены по поводу цены когда будет известно ну вот я съезжу в иваново мне просчитают здесь вот эти вот моменты да я думаю что где-то середине июля до синтетки через две условно говоря недели через две будет понятно какая цена и я думаю что мы уже разберемся с людьми которые нам будут онлайн трансляцию делать и тогда уже понятно будет какая цена вот потому что я хочу чтобы уровень был достаточно высокий я например хочу шикарные чтобы был кофе брейк отличный не такой как в прошлый раз честно мне не понравилось ну не ну вот мне просто не понравилось но у нас не было выбора тогда мы это делали первый евро два раз мы брали тот кофе брейк который был у которой нам предложили собственно говоря да вот в этот раз будет по-другому интереснее мы уже знаем где искать мы знаем что нам нужно вот так ну что всех вас обнимаю пошла регистрироваться на рейс завтра у меня самолет хочу немножко прогуляться здесь всем до свидания всем спасибо кто был я буду очень рада с вами увидеться на конференции а ближайшее где место где мы можем с вами увидеться обучение 20 июля по массажу буду вам всем рада до свидания хорошего вам вечера